Уважаемые студенты, сегодняшняя наша тема Ответственность железной дороги за утрату, недостачу, порчи и повреждения грузов Во-первых, хочу вам напомнить, что согласно Устава железных дорог Статья 61 оговаривается, что загруженные вагоны Она и цистерна, и крития вагоны, и прочих вот этих зерновозов Все должны, значит, обязательно быть опломбированы Запорно, чем они опломбируются? Первое, это запорно-пломбировочными устройствами, то есть пломбами железной дороги Когда груз погружен железной дорогой Это место общего пользования, имеется в виду А второе, запорно-пломбировочные устройства, пломбами грузоотправителя Когда груз погружен грузоотправителем То есть на подвезных путях Теперь, перечень грузов, допускаемых к перевозке вагонов Без запорно-пломбировочных устройств Технические условия изготовления запорно-пломбировочных устройств А также порядок пломбирования вагонов и контейнеров Определяется все правилами ППГ Правилами перевозок грузов То есть запорно-пломбировочные устройства Пломбировочные тиски Проволока для пломбирования вагонов и контейнеров Предоставляться должна обязательно железной дорогой Есть еще статья, 63 статья Там оговаривается, что железная дорога обязана доставить грузы по назначению установленной сроки При этом, при этом железная дорога отвечает за сохранность груза То есть железная дорога, раз принял груз, теперь железная дорога обязательно должна отвечать за сохранность груза Согласно статьями ОСЖД до 2008 года было СМГСП МГСП, знаете, это межгосударственные стыковые пункты СМГСП, какая страна, эта страна принимает грузы Они и отвечают за сохранность груза И 2008 года введено дополнение к этой За сохранность груза и за подвижного состава То есть здесь сегодняшнее занятие, значит, на интересах порчи повреждения груза Но имейте в виду, что порчи повреждения и если подвижного состава тоже имеется в виду То есть принимающая сторона, вот, например, кто, какая сторона принимает, принимающая сторона То есть по требованиям принимающей стороны закладываются или накладываются пломбы Вот, например, я крытый вагон принимаю с Казахстана На станции, например, Сарягач То есть МГСП принимаю И мне не нравится, знаешь, двухдверный вагон Пломба одна Закрутка стандартная, как положено Но сбоку его приподнять, открыть можно По моему мнению Я требую, чтобы они накладывали еще дополнительные пломбы Поэтому 2008 года ОСЖД внес изменения То есть на вагоне взвешивается пломба по требованию грузополучателя Количество пломб не указано Вот я хочу на этот вагон взвешивать 10 пломб Значит, 10 пломб они должны мне взвешивать Если казахская сторона принимает, я тоже самое Но есть один но Но каждая пломба должна заноситься в перевозочный документ Каждая пломба Теперь рассмотрим Рассмотрим некоторые термины То есть термины это грузоотправитель Грузополучатель Железнодорожный подъездной путь Ну кто такой грузоотправитель То есть грузоотправитель Это физическое или юридическое лицо Которое выступает от своего имена Имени Либо от имени собственника груза Багажа или груза багажа И указано в перевозочных документах А грузополучатель Кто грузополучатель Это тоже физическое или юридическое лицо Управомоченные на получении груза багажа Или груза багажа Что такое железнодорожный подъездной путь Железнодорожный подъездной путь Это примекающий к железнодорожным путям Общего пользования И предназначенные для обслуживания Определенных грузоотправителем Грузополучателем А есть еще место общего пользования Что это место общего пользования Это критие и открытие склады А также участки специально выделены На территорию железнодорожной станции То есть значит место общего пользования Это железнодорожная А место необщего пользования Это значит относится к Крытие или открытие склады А также участки специально выделены Как на территорию железнодорожной станции Так и ее пределами Не принадлежащие железнодорожной станции Или сданы ее в аренду Используем для операции погрузки и выгрузки Значит это грузоотправителя Дальше правило перевоза грузов У нас железнодорожной станции Что это такое правило перевоза грузов Это вот здесь надо Хорошенько иметь ввиду Что это нормативный правовой акт Правило перевоза грузов Это нормативный правовой акт Издаваемый в соответствии с настоящим уставом Железнодорог Республики Узбекистан И содержащий обязательные для железных дорог Действием законодательством предусмотрено Что перевозчик несет ответственность Я это вам рассказывал сейчас За сохранность груза Произошедшую после принятия его к перевозке И до выдачи грузополучателей Если не докажет Что утрата, недостача или повреждение груза Произошли вследствие обстоятельств Которые перевозчик не мог предотвратить И устранение которых от него не зависело При отсутствии лиц виновных к чищению груза Стоимость похищенного груза Будет вызыскана с перевозчика То есть железная дорога обязательно будет платить Но когда? Какая сумма будет платить? Я тоже в конце расскажу Если он не докажет Что хищение произошло вследствие обстоятельств Которые он не мог предотвратить И устранение которых от него не зависело Уставы железных дорог Республики Узбекистан Перечислены случаи Когда перевозчик освобождается от ответственности То есть железная дорога освобождается Когда? В частности В случае если груз прибыл в вагоне Контейнере с исправными Запорно-пламировочными устройствами Установленным грузоотправителем Или его перевозка Это значит пломба не нарушена Закрутка стандартная на месте Когда считается закрутка стандартной Вот это тоже надо обратить внимание Закрутка считается стандартной С плашками Обязательно плашки должны Еще там 7 кручений и 20 мм усиков Должна быть отрезана То есть его от руки нельзя было снимать Снимается только с приспособлением Там есть специальные ножницы И снимается И значит если вагон прибыл исправными Пломбами груза Преагруза получатся Есть еще другой факт Пришел Прибыл два вагона Критий вагон На станции Асаке Это с Белорусской железной дороги Один Покрышки были Один вагон открываем Пустой 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 Совсем пустой Дали срочные телеграммы Вот в этих случаях Отправляется телеграмма Значит санкции Асаке Дает телеграмма Что прибывший на адрес Такого 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 Вагон номер Такой 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 Накладной Там Дали 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 Значит по накладной Груз Покрышки Там 1200 мест А В действительности Оказалось Ноль Пусть ничего нет Просим Срочно Выслать Представителей Дали Такую Телеграмму В следующий день Прилетает Уже Значит Зам Директор Этого Завода И Начальник Грузовой Коммерческой Службы Белорусской Железной Дороги Совместно Открываем Второй Вагон Тоже Самое Она Тоже Пустая Я Почему Это Говорю Потому Что Пломба Справная Закрутка С обоих Сторон Одинакова И Потом Выяснилось Ну И Пломба Обязательно Надо Давать Экспертизу Мы Дали Экспертизу Экспертиза Подтвердила Что Эта Пломба Лазером Она Открывалась И Лазером Припайка Сделали Теперь Однако Визуально Определить Подвергалась Запорно Пламировочное Устройство Вскрытие Или нет Бывает Затруднительно Нередко Факт Вскрытие Устанавливается Только С помощью Специальная Экспертизу Которая Я Вам Сейчас Рассказ В то же Время Суды Могут Отказать Удавить Время Иск Предъявляем Подобные Случа Перевозки И Не Принят Во Внимание Акты Экспертизы Складывается Парадоксальная Ситуация И Груза Нет И Отвечать За Утрату Некому Товар Погружен В вагон Который Передан Грузоотправителям Охранному Предприятию При Выдаче Вагона Было Произведено Ещё Его Взвешивание И Становлено Расхождение По весу Между Укатанным Накладной И Физическим Значением При Вскрытии Вагона В присутствии Представителей Железной Дорог И Представители Управления Сотрудниками Управления Внутренних Дел На Транспорте Оказалось Что Вагоны Вместе Никеля Ну Там Это Другой Вагон Рассказывает Наход Из Ветонной Плите Так Они Погружены В коммерческом Акте Отражено Что Запорно Пламировочное Устройство Не И И И И Следов Вскрытия Или Повреждений Однако После Проведения Криминализмской Экспертизы Было Установлено Что Запорно Пламировочное Устройство Подвергалось Повторным Извешиванию Суды Всех И Станций Отказали Ему Сослужив Что Следующим Поставщиком Обязательства По договору Поставки Выполненных Под Подверждалась Отметка Станция Отправления Теперь По факту Автопокрышки Значит Исковые Требования Она Потом Нашлась В Казахстане В Казахстане Его Этот Вагон Два Вагона Специально В один Тупик Поставили Выгрызли Также Пламировали Ну Там Было И Участие Железных Дорог Работники Железных Дорог И Вот Это Случай Она Потом Нашлась Подтверждение После этого Это Все покрышки Нашлась Они Потом Досылкой Отправили И Получили Вот Поэтому Кометические Актах Тоже Пишется Что Каких Случа Составляется Значит Пост При Возвращении Как это Возвращение Груза Возврате Груза С Внутренних Внутренних Органов На Железную Дорогу Обязательно Он нужен При приеме Тоже Составит Коммерческий Акт Почему Составляется Потому Что Объединяет Тот Первый Акт Мы же Коммерческий Акт Составили Сразу Теперь Дальше Насчет Коммерческого Акта Вот Здесь Немножко Надо Быть Внимательным При Составлении Коммерческого Акта Бывают Такие Случаи Коммерческий Акт Значит Накладной Груз Обувь Итальянский Там Какой В коробках Она Например 1500 Коробок 1500 Коробок Вскрывает Вагон Получается 1450 Коробок То есть 50 Коробок Недостача Вот Надо Внимательно При Вскрытии Вот Это 50 Коробок Вагон Вместиться Мог Или Не Мог Поэтому В акте Коммерческий Акт Внимательно Надо Написать Значит Вагон Погружен До Полной Вместимости Недостающие 50 Коробок Вагон Вместиться Не Мог Или Мог Понимаете Надо От Слов Ваших От Вашего Коммерческого Акта Можно Сделать Вывод Что Если 50 Коробок Не Вмещается Вагон А Вы Печетый Коммерческий Не Достает 50 Коробок Поэтому Следы Хищения Еще Имелось Не Или Не Имелось Следы Хищения Имелось Вот Преп Скрыть Или Не Я Ясно Что Когда Воруют Там Какие-то Следы Оставляют Поэтому Между тем Эти Выводы Несоответствуют Фактическим Обстоятельствам Дело И Представлены Доказательным В частности Отсутствие Груза Вагон Заключение Эксперта Навешан Запорный План Брошен Устройство Груза Отправитель Грузополучателей Условия Перевоза Груза С учетными Особенностями Селых Обеспечения Безопасности Движения Сохранности Груза И Пользового Состава А также Экологической Безопасности Теперь Недостача Недостача Может и По весу Тоже Быть Мы Сейчас С вами Разговаривали Про Штучное Количество А Может и Весовая Недостача Вот Теперь Давайте Тоже Посмотрим Для Взвешивания Перевоза Груза Вместо Общего Подзывания И Грузо Отправитель Грузополучатель В местах Необщего Подзывания Должны Иметь Необходимое Количество Весовых Приборов Весовые Приборы Это Вагонные Вести Имеется Ввиду Приборы Подлежат Обязательно Государственной Проверке И Клеменю Порядку Установленным Нормативным Документом Исполнительные Власти В области Стандаризации Метрологии Стертификации Железная Дорога В соответствии С договорами Могут Приниматься В целях Технического Обслуживания Ведомственного Контроля Ремонт Контроль И Весовые Приборы Принадлежат На Два Месяца На Три Месяца Поэтому Сразу Тот Ден Взвешивания Надо Сверить Обязательно Климо При Составлении Кометического Акта Обязательно Надо Писать Вагон Вести Номер Такой Т Климо Такой 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 Это Надо Никогда Не Забывать Теперь Операция По Погрузке Выгрузки Сайтеровки Грузов Контейнера Выполняется Места Общего Ползования Места Общего Ползования И Не Общего Ползования Должны Им Належа С Оборудов Сооружения Теперь Вот Здесь Пишется Сайтеровка Последнее Время Сейчас В течение Десяти лет Уже Понятая Сайтеровка Уходит От Термина Но Это Как мы Железнодорожники Это Должны Знать Сайтеровкой Что это Такой Например Вагон Погружен 50 Отпрок 50 Накладной То есть В одном 20 Какие-то Коробок В одном 15 Коробок 20 Коробок Например Получатель На станции Андежан 15 Коробок На станции Кокан Например 20 Коробок На станции Коршей Этот вагон Прибывает Ташкент Ташкент И выгружается Потом Отдельно Ставится Вагон В сторону Значит По направлению Вот это Называется Сайтеровка На станции Ташкент Таваны Вот сейчас МЧ Грузовый двор Там имеется Сайтеровочная Плошадка Она Седьмая Рамка Называется И новая Рамка Вот две Рамки И четыре Склады Именно Заняты Были Сайтеровкой Ну Сейчас Уже Грузов Нету Но Мы Как Железнодорожники Должны Это Иметь Ввиду Дальше Дальше Я Здесь Вам Сделал Вопрос Ники Пять Вопрос Ников Это Надо Будет Отвечать Все Вопросы Надо Хорошенько Проработать Первая Статья Которую Железнодорожную Обязанную Груздавист Это Возьмете С Устава Железных Дорог Сколько Плом Разрешается Наладить Вагон Это Тоже Порядок Приема Вагонов Значит До 2008 Года Один После 2008 Там Дали Дополнительное Дано Есть Исправные Пломбы Груза Отправители Стандартная Закрутка Вагон И Кто Отвечает Сейчас Не Только Рассказываю Про это Надо Быть Конкретным Грузом Конкретно Надо Взять Груз И Плом Взвешивать И Отвечает Как По дороге Что случилось Как Актош Формы Составляют Как Коммерческие Составляют Надо Все Отражать И Четвертый Порядок Дачи Заключения Экспертизы Вот Насчет Экспертизы На каждой Станции На каждом Районе Есть Экспертиза Пломбы Можно Экспертизы Давать Везде Особенно Сальтеровочных Станциях Харши Кокан Там Дежан Бухара Там Дали 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 Это Тоже Надо Посмотреть Какие Грузы Подлежат Взвешиванию Вот Какие Грузы Нефтеналивные Разрешается Взвешивать Разрешается Это Тоже Надо Конкретно Отписать Спасибо За Внимание